всем привет пора продолжаем знакомиться с возможностями языка c++ в частности стандарта c++ 17 сегодня мы посмотрим вкратце посмотрим что такое std optional any и вариант это три класса добавленных языке c++ 17 вот что это такое сейчас мы посмотрим поэтому если вам интересно не переключаемся и так std optional или вот он под ключ заголовочный файл это шаблонный класс который у нас хранит некое опциональное значение всего удобно использовать к примеру в тех функциях при вычислении знать значений в которой может произойти какая-то ошибка то есть удобно использовать ну и то есть удобно использовать для хранения каких-то вот скажем так опции то есть которые могут быть могут и не быть и вот к примеру в данном случае вот у меня некий класс есть контакт info и этот контакт контакт info может содержать домашний телефон рабочий телефон и мобильный и происходит какая-то там загрузка может быть базы данных и т.д. и т.п. как мы видим это у нас геном блин вот это у нас обернуто в этот шаблонный класс так вот вот в конструкторе происходит какая-то там загрузка и к примеру есть только номер телефона домашний вот и есть функции которые возвращают непосредственно вот эти вот значения до домашний телефон рабочий и мобильный вот и у optional есть такая удобная функция value or то есть если присутствует там какое-то значение то она его возвращает иначе же мы можем указать какое-то другое значение в данном случае так как м-хом фон у меня типа стринг то вот это or тоже должно быть такого же типа и в этом случае если значения нет я пишу not present not present вот очень удобно то есть не надо каких-то проверок еще дополнительно делать то есть вот данном случае опция это заполнено ну вот это как пример как можно инициализировать ну опт или по умолчанию там тоже ничего нет вот ну и соответственно давайте посмотрим на результат работы давайте всех я раз комментирую и посмотрим четыре примера и так и так и так и так вот она ставим точку останова вам потом поставим точку останова тут 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 и тут вот и запустим так и экран терминала мы должны на экране терминала мы должны увидеть собственно говоря информацию по контакту вот и так идем 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 и что мы видим телефон первый вот данном случае домашний телефон есть все остальные not present то есть в этом варианте использования очень удобно как по мне используя value or на функцию value or вот то есть уменьшает и нас уже дополнительных проверок и т.д. и т.п. соответственно в какой-то функции тоже может быть вычислено там ну к примеру какое значение и мы знаем что оно уже неправильно точно так же удобно использовать это optional но давайте перейдем к следующим примерам следующий пример это у нас к примеру есть функция которая переводит строку в число и вот к примеру эта функция понятное дело здесь как вы видите реализации этого нет но как пример пойдет ну и к примеру если мы не можем по каким-то причинам перевести входящую строку в число то можно сделать вот такой вот ратур то есть это просто фигурные пустые скобки то есть по умолчанию да будет будет объект общая на то есть шаблонный класс типом int создан по умолчанию как бы по умолчанию он как бы ничего содержать не будет и и и и так как у нас и это у нас типа шаблонный класс с типом int то у него мы можем вот сделать вот такую проверку если и и присутствует то есть если там есть значение то мы его выведем на экран иначе же иначе же ничего не делаем в данном случае наша и как мы здесь видим он и не салайзер раз как видите удобненько мы узнали что то есть не надо возвращать каких-то магических чисел которые нам будут говорить что преобразование невозможно не надо еще чего то вот удобно использовать община в этом случае то есть данном случае не получилось ну и все вот это шаблонный класс объект этого типа ничего не содержит соответственно вот здесь мы сделали эту проверку ну а в этом случае к примеру и мы у нас получилось перевести соответственно проверяем и вообще есть какое-то там значение да есть мы вывели его на экран вот данном случае ok единичка давайте перейдем к следующему примеру следующий пример это у нас как мы видим тут звездочка как бы разыменование да есть операторы перегружены для этого шаблонного типа соответственно все грубо говоря мы сама и это у нас в данном случае это как указатель получает вот и вот здесь мы проверяем на корректность указателя то есть если там какие-то значения и можем вот непосредственно получить доступ к этому значению соответственно в этом варианте у нас опять таки этот указатель грубо говоря будет ну ptr все отлично дальше код не выполняется здесь же мы присваиваем этому значению там число 90 и теперь все у нас хорошо мы мы получаем доступ к непосредственно к этому значению и где она у нас ok 90 и так идем дальше и идем дальше ну в данном случае просто описал класс в котором конструктор конструктор копирования и деструктор с оператор присваивания не делал для чего это все добро сделал чтобы вы на этом примере могли сами вот таким способом исследовать как работает объекты этого класса в данном случае мы смотрим в этом случае у нас обязательно был создан конструктор то есть вот один объект был сконструирован в этом случае ничего не происходит потому что здесь ну дальше для того чтобы поместить то есть сконструировать объект на основе уже существующего и поместить в наш объект типа optional то есть поместить сюда мы используем к примеру им плейс можно использовать ну либо же там знак равно вот но им плейс он вызывает у нас конструктор копирования и создается объект в этом случае точно так же вызывается там конструктор копировать потом резет у нас вызывает деструкторы для объектов которые находятся вот здесь да в этих объектах а вот как мы видим деструктор раз вызвался деструктор 2 возрос ну и третий деструктор вызовется вы для вот этого объекта когда мы выйдем из этой функции вот вышли все хорошо то есть этот пример конкретно для того чтобы вы может кто забыл сделали вот для себя вот описали конструкторы конструкторы копирования деструктор операторы присваивания и посмотрели как работает к примеру optional потом any мы будем рассматривать и вариант вот итак по община у нас все вкратце посмотрели теперь еще вкратце посмотрим что такое они и что такое вариант для они у меня вообще один примерчик так как я особо ну возможно я не умею им еще пользоваться вот поэтому как бы и особо примеров нет вот что такое они они это у нас тоже шаблонный класс вот даже не даже не шаблонный класс это у нас вариант шаблоны класс и общем они это у нас просто то вот такой класс который может хранить что угодно это раз и плюс он как бы не хранит информации о типе хранить мого значения вот то есть он может хранить что угодно это вот сейчас мы это и увидим то есть данном случае а будет хранить значение 100 потом неожиданно она станет стрингом и будет хранить hello а потом она станет значением флот и будет хранить вот это вот там 1.1 вот где его можно использовать даже не знаю разве что для передачи и сохранения какого-то произвольного сообщения вот но дело в том что когда мы будем передавать это сообщение тот кто его получает должен знать какой там находится тип потому что получить доступ к типу можно вот таким вот образом и не каст но если мы не угадаем если в данном случае здесь будет а не не типа интеджер а другого то мы получи получим исключение а исключение если мы не обработаем программа упадет соответственно соответственно у меня только один такой примерчик потому что толком я и и не знаю где его наверное можно использовать те вот то есть они стд там они вот и не 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 привык производит никаких приведений типов что позволяет избежать неоднозначности потому что к примеру здесь у нас целочисленное значение потом там может быть значение типа чар соответственно в на в данном случае при его операции приведения типа может там ли дополнительная информация быть урезана вот соответственно или к примеру если бы мы здесь присвоили равно и просто в кавычках hello то здесь скорее всего а а было бы типа указатель на чар а здесь мы четко указываем что это такое а вот ну давайте быстренько продержимся по этому они и так а но тут куча всего у нас а в данном случае равно там 100 выявили выявили посмотрим на посмотрим это не то вот 100 все совпадает потом какой-то момент мы присваиваем а у нас становится типом string одно тут даже он что-то пишет это менеджер external storage но разбирать не будем давай и выведем на экран все верных его и дальше а равно 11f и выводим на экран 1 и 1 вот то есть если мы знаем какой там тип в данном случае то тогда на получить его значение вот таким вот способом можно если же мы не угадаем наша программа упадет вот то есть это я повторяю вот больше вариантов каких-то я не придумал примеров возможно нужно пописать с используем они различные там маленькие программки чтобы вкурить что это такое вот ну 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 и давайте уже перейдем к вариант вариант это шаблонный класс который представляет собой можно сказать юниан но это тот юниан который помнит какой тип он хранит также в отличие от юниан вариант может хранить не под типы то есть не встроенные типы во втором примере у нас будет структура это не под тип да они пишутся вот так вот под типы то есть этот тип вот в данном случае структура дата это не встроенный тип верен позволяет хранить объекты и вот таких вот различных типов вот то есть как бы юниан ой вариант это так тот же юниан но который хранит информацию о теперь который там на данный момент содержится вот им давайте рассмотрим пример а смотрите так как этой аналог юниан но будем так говорить то юниан мы могли указывать различные типы которые возможны но возможны различные типы которые можно хранить в объекте этого типа в этом случае мы говорим что вы вот здесь переменной в возможные хранение типа int char или string все то есть вот так вот мы это объявили создали вот здесь мы это все добро указали и теперь давайте запустим и посмотрим для того чтобы получить доступ к этому типу нужно использовать get функцию get шаблонную и указывать этот тип если же мы стипом не угадаем то опять таки мы получим исключить не в данном случае идем на 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 в этом случае получили 90 и вот я вывожу индекс индекс это номер того типа ну грубо говоря там можно сказать вот это будет индекс для этого типа 0 тут 1 а тут 2 так и давайте проверим и проверим а вот hello для него 2 то есть соответственно по вот этим вот циферкам где она блин вот он индекс мы можем знать что же за тип кроме всего прочего там еще есть дополнительные функции с помощью которых мы можем узнать и напечатать имя типа вот я их сюда не вносил поэтому поэтому читайте в справки не носил чтобы вы добрались до справки и для себя еще прочитали что это все такое теперь смотрим вариант b пример пример b просто демонстрирует то что в варианте можно хранить вот эти как было сказано не под типы то есть не встроен вот в данном случае дата а вот у нас заполненные данные дата b это пока не проинициализированы и мы их извлекаем из нашего вариант мы знаем что там сейчас находится вот эти вот данные я жарю если мы вот здесь типом не угадаем произойдет исключение то есть бросится исключение и и и и и и теперь смотрите как еще можно проверить угадали мы с типом или не угадали можно вот так использовать функцию get if указываем какой тип то есть мы предполагаем что к примеру там находится чар значение типа чар и передаем с адрес этого объекта и вот таким способом проверяем не нул ли птр если не нул птр то тогда мы уже знаем что там тип чар и непосредственно получаем значение вот смотрим их сработал все хорошо на экране терминала видим а теперь же попробуем то же самое узнать а вдруг там int будет ли приведен чар кенту как мы видим ничего не было приведено вот это вот функция вернула нул птр и наш шанта логика вот в данном случае не работает вот поэтому очень удобно то здесь тоже каких-то приведений типов не происходит здесь непосредственно сразу смотрится на то какого ты реально типа вот ну и кроме всего прочего как мы помним union занимал максимальный размер его этого типа то есть отталкивать то есть информация от этого блин информация то есть мы помним у нас union union был и и объекты этого типа примеру юнион да вот если мы тут юнион а максимальный размер для него был ну и вообще не максимальная вообще был к примеру если мы напишем чар это с аж и дабл соответственно было 8 байт до брался максимальный тип здесь тоже самое вот но еще добавляется по моему 4 байка вот если не ошибаюсь но может 4 может быть там эта платформа зависимым может 8 ну по идее 4 вот что то 4 это инфа это еще у нас хранит информации о типе вот то есть грубо говоря хранится индекс да вот этот номер этого типа вот и все то есть такой доработанный июня можно сказать ну на этом все то есть как бы здесь особо примеров больше я не придумал не нашел то есть не все я прям тут придумал что-то в интернетах искал вот больше примеров я не нашел поэтому поэтому берем читаю справку исследуем подписываемся лайкаем делимся и ждем новых видео всем спасибо за внимание всем пока